всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас у себя на канале и сегодня у нас достаточно интересное видео для новичков компьютерной тематики сегодняшнем видео мы с вами разберем сборку компьютера из был комплектующих от а до я без лишних слов сегодня мы с вами соберем компьютер с бюджетом плюс-минус 20 22 тысячи рублей для самых базовых игр для того чтобы хоть как-то он тянул мультимедиа и киберспорт и также я запишу максимально подробное видео чтобы новички не боялись своими силами из купленного бу железа с того же самого авито собрать себе компьютер почему вообще мне взбрела такая дурная идея в голову дело в том что очень много людей пишут мне и с просьбами собрать им компьютер просят сделать какие-то совершенно базовые вещи то есть люди накупили разных железя какого-то старья допустим тот же самый 775 и готовы даже заплатить деньги полторы две тысячи рублей лишь бы это собрал человек который разбирается в этом деле сегодня я развею все мифы и сегодня я объясню что в принципе даже обезьяна вот действительно обезьяна если научите потренировать без проблем может конвейер на собирать компьютеры и они будут работать так что нам нужно для сборки компьютера нам нужна материнская плата процессор оперативная память накопитель охлаждения блок питания кулер и корпус который сейчас стоит на столе что же давайте без лишних слов перемещаемся за стол я показываю как его собрать и рассказываю из чего мы будем его собирать и друзья давайте начнем с азов что нам понадобится для сборки компьютера нам понадобится крестовая отвертка удобнее если она будет магнитная нам понадобится термопаста любая в принципе у меня вот такой вот таких промышленных масштабах вот таких промышленных объемах вы можете купить один маленький пакетик нам понадобится в сегодняшней сборке конкретный 1 sata кабель и ребята новенькая батарейка 2032 для материнской платы не советую на них экономить все-таки некоторые настройки биоса приоритет загрузки все это сохраняется благодаря этой батарейки если вы не хотите в дальнейшем каких-то проблем с компьютером после долгого отключения света к примеру лучше купите ее новую стоит эта батарейка от 30 до 150 рублей вот такой вот скудный набор отвертка термопаста шлейф и батарейка но и друзья сборка начинается с того что мы берем в руки материнскую плату лучше на вот это время извлекать батарейку чтобы избежать какой-либо статики также лучше не класть и на какие-то шерстяные изделия на кровати на диван и избегать кота вот честно лучше избегать своего кота не пускать его на стол на ваше рабочее место где вы будете заниматься сборкой потому что статика вещь такая да в нашем конкретном случае материнская плата недорогая но если вы будете собирать какой-то более производительный новый компьютер то будет обидно если из-за вашего милого пушистого комочка материнка отправится на тот свет взяли в руки материнку без батарейки здесь у нас есть сокет куда собственно вставляется процессор в нашем случае материнская плата на h81 чипсете на 1150 сокете думаю уж таких базовых основ вам рассказывать не нужно что процессор должен подходить к материнской плате если этот видос соберет просмотры либо наберет какую-то хорошую обратную связь то я выпишу полноценный гайд по выбору старого компьютера какие платформы стоит пропустить на тихо на какие платформы лучше обратить внимание и на чем вообще собирать сейчас кризисное время 2021 году здесь у нас все максимально просто сейчас я закрою и покажу наглядно как открывается ключ нам необходимо открыть вот этот фиксатор который будет держать процессор в сокете отводим в сторону поднимаем и очень осторожно открываем нашу защелку здесь у нас сотни ножек тысячи ножек поэтому лучше их не гнуть и на них ничего не ронять процессор на них тоже не ронять я вам показываю как это все делается на руках но вы лучше положите материнскую плату на стол здесь сокете у нас есть вырезы так называемые ключи и у процессора эти ключи тоже есть поэтому процессор нам необходимо аккуратно положить и вставить по ключам вот как это выглядит наглядно после того как процессор у нас ровно встал мы закрываем рамку заводим ее вниз опускаем здесь уже нужно приложить усилия и защелкиваем все пол дела сделано половина сборки готова в данном случае у нас процессор курай 5 4460 с небольшим теплопакетом поэтому извращаться и как-то намазывать очень красиво термопасту нам здесь не имеет никакого смысла поэтому берем мать берем тюбик пасты и что мы делаем просто вот так насрали в центр проца можно ничего не растирать кто бы вам что не говорил кто бы вам что не писал вот этот метод самый действенный можете сами попробовать я так делаю уже больше трех четырех лет ну по крайней мере на таких процесс греться ничего не будет все насрали немного термопасты сокет теперь очередь за охлаждением конкретно нашей сегодняшней сборки у нас будет алюминиевый кулер от дипкул с красивым голубеньким вентилятором он у нас без медного пятака без медной вставки но это и не нужно и хотелось бы обратить ваше внимание конкретно на кулер на то что устанавливать его нужно с осторожностью смотрите у нас крепление на вот таких лапках сначала лапки должны зайти в отверстие на материнской плате и после этого шток должен их жестко зафиксировать и защелкнуться основная ошибка новичков при инсталляции вот таких вот intel ских кулеров то что они не смотрят как вот эти вот лапки зашли в отверстие и просто ломают их стыку им кулер с материнской платой очень аккуратно и смотрим смотрим чтобы обе лапки в каждом отверстие чтобы они полностью зашли вот показываю наглядно давайте я щелкну одну видите зашли обе лапки и здесь мы можем наблюдать с другой стороны платы что обе лапки расщелкнулись поэтому лучше это все делать на весу и сначала собрать материнскую плату процессора охлаждения они собирать все это в корпусе как делают некоторые так щелкаем каждую смотрим чтобы у нас везде все лапки зашли все у нас это случилось теперь нам необходимо повернуть защелку и защелкнуть каждую по периметру я делаю крест-накрест обычно чтобы ничего не перекосилось вы можете делать как вам это будет удобно все четыре крепления защелкнуты обязательно переворачиваем материнскую плату держим ее за кулер и проверяем смотрите раз два три четыре все надежно закреплено никакого перекоса нет далее у нас остается вот такой вот хоботочек вот такой провод многие вставляют его в рандомное место куда он подходит конкретно на этой материнской плате у нас есть три разъема под вентилятор так делать неправильно смотрите вставляем обязательно в цпу фан надпись должна быть цпу фан бывают разные надписи но там должно быть одно слово цпу это обязательно если мы поставим в систем фан либо в power фан то вентилятор будет работать неправильно вставляем провод в цпу фан здесь все делается по ключу неправильно его вставить не получится но только через силу ломая материнскую плату смотрите здесь все элементарно и просто вот действительно по-другому это не вставить вставляем провод нас зафиксирован и я обычно вот так делаю что провод не болтался для эстетической красоты завожу его за одну из клипс за один из фиксаторов можно также попробовать его как-то допустим если он у вас длиннее чем у меня проложить понизу чтобы просто вот эстетически это все выглядело красиво вот видите ничего сложного мы действительно сделали с вами уже половину работы так далее приступаем к оперативной памяти в моем случае это две плашки кюма по 4 гигабайта 1333 частота вставить память сможет но я не знаю даже ваш батя с дичайшего буду на у нас есть здесь два слота и у памяти и у этих слотов есть ключ вот он вставить оперативную память неправильно опять же не получится вы просто выломаете и разломаете слот вставляем после того как вставили желательно защелкнуть оперативку с двух сторон дабы избежать какого-либо перекоса вот так одновременно и вставляем по аналогии вторую планку памяти и тоже щелкаем с двух сторон можно щелкать и с одной стороны давайте наглядно вам покажу можно и одной рукой вставлять но иногда на некоторых материнских платах слоты очень тугие и можно перекосить оперативку ни к чему хорошему это не приведет поэтому если вставляли одной рукой обязательно проверяйте все ли контакты зашли в пазы и жестко ли у вас зафиксирована материнской плате оперативная память дабы избежать какого-либо замыкания все друзья основная работа выполнена теперь мы можем накинуть батарейку биоса пришло время посмотреть на остальные компоненты сборки я поставлю в эту сборку 120 миллиметровый белый вентилятор на выдув так как у нашего корпуса в комплекте его нет желательно в любом случае ставить вентилятор на выдув даже если вы собираете какой-то нетребовательный и совершенно не мощный компьютер блок питания сегодняшней сборки будем использовать от чифтек force series модель cps 500 с это бюджетный блочок без каких-либо излишеств и под нашу сборку он подойдет отлично думаю в пике при максимальной нагрузке наш компьютер будет дай бог по праздникам потреблять 250 260 ватт на блоке питания при сборке компьютера даже со вторички я рекомендую вам не экономить не покупать какие-то самые-самые дешманские блоки питания от dexp например или от aero cool лучше вложиться потому что компьютер вы скорее всего будете рано или поздно апгрейдить и естественно на блок питания вы положите хрен забьете и оставите его старый примеру собрали пока что такую сборку подкопили денег и купили rtx 2060 примеру и для rtx 2060 какого-нибудь dexp на 500 ватт уже не будет хватать будут большие пульсации видеокарта нормально работать не будет а при худшем раскладе и она может у вас сгореть вернее сгорит то сам блок а потянет за собой и видеокарту и мать и память в некоторых случаях поэтому на блоках питания не экономьте и друзья какой же современный компьютер даже бушный без ssd накопителя сегодняшнюю сборку мы поставим сад и ssd накопитель от silicon power s55 на 480 гигабайт тайваньская компания silicon power на рынке с 2003 года и специализируется именно на устройство хранения данных именно поэтому у них самое адекватное решение по соотношению цена и качества данный ssd накопитель проработает не один год и даже спустя года его скорости будут эталонными а его емкости в 480 гигабайт за глаза хватит для операционной системы и пары-тройки тяжелых игр ссылочка на этот крутой и мощный ssd от silicon power s55 будет в описании переходите смотрите и покупайте ну а в качестве видеокарты в наши тяжелые времена будет geforce gtx 750 ти на 2 гигабайта gddr 5 видеопамяти от моей любимой компании гигабайт с видеокартами сейчас все очень плохо и трудно поэтому при выборе видеокарты на авито либо на других барахолках обязательно делайте все стресс-тесты обязательно встречайтесь у продавца дома либо где-то рядом с его домом чтобы понимать где он живет если что потому что обманывают просто через одного и даже 750 умудряются воскрешать на один-два дня и после этого впаривать их лохом который покупают два дня играют и минус пять-шесть тысяч рублей и друзья самое последнее что необходимо для любой сборки компьютера это корпус я буду использовать присланный мне вендорами корпус hyper крон 2 вы можете выбрать абсолютно любой особенно если сборка будет бюджетный можно купить любой корпус с авито рублей за 200 но мне все-таки хочется сделать красивую сборку чтобы компьютер человека радовал чтобы он радовал глаз чтобы он весь светился и переливался и давайте посмотрим что у нас обычно идет в корпусе обычно у нас в корпусе должно находиться все необходимое для сборки чтобы мы просто открыли его крышечку и вот он заветный пакетик со всеми болтиками винтиками и креплениями этого набора должно хватить для полной сборки далее нам необходимо решить вопрос со стойками обычно стойки расположены под установлены под а тx материнскую плату под полноформатную в нашем случае материнская плата у нас мини а тx вот так мы и прикидываем на глаз если вы не знаете где стойки должны располагаться по памяти и смотрим что нам необходимо перенести две вот эти нижние стойки выше то есть мы все видим по отверстиям куда их необходимо вкручивать для того чтобы материнская плата была надежно закреплена в принципе можно даже не выкручивать старые у нас комплекте есть дополнительные новые у нас три штучки и вкручиваем их для того чтобы расположить конкретно нашу материнку теперь стоечки у нас установлены правильно нижние можно не снимать но я это делаю исключительно для эстетического удовольствия чтобы они здесь не торчали когда компьютер будет собран корпус у нас все-таки с боковым окном со стеклом и их было бы видно поэтому я их откручиваю откручиваю я их вот такими маленькими пассатижами потому что просто руками либо чем-то еще выкрутить их очень сложно и прикручиваю на место если корпус новый тоже вот такими пассатижами потому что сама резьба у нас еще не разработана и от руки они совершенно никак не хотят закручиваться имейте это в виду ну а следом нам необходимо сделать шаг о котором очень часто многие забывают да что уж там греха таить я сам очень часто об этом забываю несмотря на то что компьютерами уже больше десяти лет занимаюсь это задняя планка конечно же задняя планка вставляется элементарно без какого-либо крепежа она просто защёлкивается внутри корпуса вот так прожимаем ее по периметру и когда видим что она нас стоит стык стык без кривизны без каких-то завихрений значит она вставлена нормально просто если вы ее поставите в перекос либо она у вас как-то покривиться потом при установке материнской платы можно повредить и саму материнскую плату также иногда загибаются вот эти усики нужно их проверять перед установкой и они могут попасть к примеру в юсб разъем и его закоротить ничего хорошего сами понимаете из этого не будет но раз уж мы с вами на задней стенке так скажем можно заодно прикрепить 120 миллиметровый кулер для этого нам понадобятся четыре вот таких винтика вот так его приставляем одной рукой и нам необходимо наживить хотя бы на один-два винта одной рукой придерживаем второй вот так берем и наживляем именно из-за этого я вам говорил в начале видео нам нужно магнитная отвертка я их тоже закручиваю обычно крест-накрест не знаю в чем смысл ну я уже привык абсолютно все протягивать и закреплять именно так самое главное друзья здесь без фанатизма сильно их не пытайтесь вкрутить до самого упора потому что можно лопнуть либо крепление вентилятора пластик зачастую очень хлипкий если вы будете перетягивать будете очень очень сильно до пытаться их закрутить можете отломать ушко а на трех креплениях вентиляторы будут в греметь ну из-за того что дисбаланс создастся можно так сказать так ну и я надеюсь без каких-либо объяснений все знают что когда вентилятор смотрит лопастями на нас вот этим вот своим пятаком то он стоит на выдув вот так он стоит на выдув если бы мы его перевернули наоборот логотипом и ребрами внутрь он бы у нас стоял на вдув обязательно не путайте это очень важно вот этот боковой вентилятор должен выдувать воздух из корпуса а не вдувать его внутрь ну и дальше у нас осталось можно сказать самое простое установка материнской платы все стоечки у нас прикручены берем материночку задвигаем и смотрим чтобы у нас все разъемы чтобы у нас все вошло в заднюю панель располагаем материнскую плату четко над отверстиями и прикручиваем в обязательном порядке вот такими именно вот такими самыми маленькими винтиками из комплекта здесь тоже я не советую вам пытаться это все перетянуть если перетянете потом у вас материнская плата она будет откручиваться вместе со стойкой может поцарапать текстолит да и сама материнская плата банально может лопнуть а как вы знаете мать это святое поэтому мать протягиваем очень осторожно и теперь ребята давайте поговорим о том что пугает больше всего новичков это вот этот жгут проводки жгут корпусной проводки давайте постараемся разобраться что у нас есть что и начнем с самых элементарных и самых простых вот например кабель на нем написано hd-аудио и с ним же рядом идет кабель usb передних гнезд у нас также есть фишка usb 3.0 на корпусе но у нас на матери нет разъема поэтому она не будет задействована в данной ситуации начнем с usb здесь все элементарно и здесь все просто на материнской плате у нас есть разъем usb здесь их два они подписаны и вставляем эту фишку в него по ключу видите на самой фишки у нас отсутствует один пин и на разъеме у нас тоже отсутствует один пин поэтому вставляем по ключу опять же здесь тоже ошибиться невозможно все вставляем прижимаем без фанатизма далее берем разъем hd-аудио он обычно располагается вот самого левого угла либо вот здесь колодка располагается либо вот здесь рядом со слотом пися экспресс здесь тоже абсолютно также у нас есть ключ вставить по-другому не получится берем вставляем фиксируем все это самое простое колодки usb и колодки звука далее у нас остаются четыре проводочка резет св power св power led и hdd led начнем с резета он у нас всегда вот здесь сейчас камера сфокусируется на любой материнке должна быть распиновка но если вот евро стандарт туда соответствует мать ну они в основном все 99 процентов из любых матерей соответствует резет у нас всегда вот здесь третий четвертый пин во втором ряду power св они у нас третий и четвертый первом ряду все две кнопки подключены запоминайте можете прям скриншот сделать power и reset далее у нас идет hdd led индикация работы жесткого диска здесь главное не перепутать полярность плюс у нас всегда слева на любой материнской плате если у вас вот такой разъем плюс всегда слева поэтому переворачиваем плюс у нас подписан и вставляем плюсом слева в первый и второй пин во втором ряду вставляем и уже как не трудно догадаться это у нас power led минус у нас второй пин в первом ряду и крайне левый первый контакт первого ряда это плюс power led все дорогие друзья эта вещь которая пугает всех кто первый раз собирает комп собирается и ставится да если без объяснений секунд за 10-15 ничего сложного так друзья звук подключили usb подключили кнопки передней панели лампы индикации тоже подключены теперь можно ставить устанавливать видеокарту для этого снимаем кожух с корпуса который закрывает доступ и который не дает нам установить видюху смотрим как у нас будет располагаться видеокарта она будет занимать у нас первый и второе первое второе отверстие и очень аккуратно вот такими вот движениями неспешными не заходя на материнку вот так вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 все мы снимаем заглушку это можно выкидывать затем нежно и бережно вставляем видеокарту и а должна вот сама защелкнуться вот здесь она у нас защелкнулась если она вот до конца не защелкивается остается небольшой зазор здесь доводим защелку пальцем вот видите как я пальцем довели щелчок произошел это нужно для того чтобы допустим при транспортировке компьютера если вы куда-нибудь будете вести чтобы она не выпала не деформировалась и не сломала не сломала собой не сломала себя и разъем пися экспресс все крепим ее на два болтика видеокарта и другие карта расширения платы будут крепиться у нас с помощью вот таких уже больших болтиков из комплекта заметьте я свои не использую все собираем только из того что есть теперь наступает пора блока питания вставляем его обязательно вентилятором вниз потому что в основном на всех корпусах у нас есть вот здесь окошко у нас есть здесь полевой фильтр и воздух он будет прогонять через эту сетку всасывать он его будет снизу поэтому вентилятором вниз заводим его в корпус рукой состыковываем блок питания с отверстиями и крепим хотя бы на один болтик все можно не затягивать это просто была фиксация для того чтобы он не гулял и пока мы будем его прикручивать никуда не уезжал все и прикручиваем 4 винтика также ребят не повторяйте моих ошибок я забыл о корпусном вентиляторе берем провод корпусного вентилятора обводим его вокруг если он длинный как у меня и вставляем в разъем на материнской плате у меня это power фан может быть у вас написано сис фан кейс фан совершенно не важно все и если у вас 4 штрих штриховый разъем можете все равно 3 пиновые вентиляторы в него подключать никакой разницы вот этот проводок мы для эстетики для того чтобы он не мешался уводим вот сюда в верхнее отверстие и затем зафиксируем его стяжкой чтобы он не бросался в глаза и чтобы это не выглядело как-то по уродски либо же колхозно теперь ребята протаскиваем и подключаем основные колодки питания 24 пиновый разъем самая основная колодка питание материнской платы заводим в окошко и вставляем ее по ключу неправильно ее вставить не получится либо же вы должны какой-то конской силой обладать но вы просто разломаете разъем жесткое и фиксируем вот она мне не с первого раза заходит приходится вот так пошатать все подключено обязательно проверяйте насколько хорошо она защелкнулась насколько хорошо она прилегает насколько хорошо все вставлено потому что если она у вас будет перекошена вы допустите какие-нибудь перекосы кривизну как минимум вы может компьютер может не включиться а как максимум при худшем варианте развития событий из-за того что это все скривилась вы можете отправить материнскую плату на тот свет основную колодку питания подключили далее подключаем 4 пиновый разъем на процессор проводим разъем в окошечко вместо конечно не очень много но если у вас ручки не такие жирные большие как у меня и защелкиваем его и обратно все излишки все это хозяйство уводим туда назад и друзья у нас осталось здесь вот внешне так скажем да в корпусе питание видеокарты проводим снизу я обычно завожу вот отсюда разъем у нас к сожалению двойной поэтому красиво наверное не получится при любом раскладе ну значит заведем вот эту часть у нас здесь всего шести пиновые питание 8 пин не нужно здесь как-то придется импровизировать и стяжками наводить красоту потому что видите какой неудачный бп ну что поделать пока что оставим так далее нам необходимо подключить ssd накопитель вставляем шлейф сато в разъем и выводим как вам как вашей душе будет угодно я выведу вот сюда для того чтобы затем притянуть все это хозяйство стяжечками ничего не будет болтаться мешаться и его даже не будет видно крепить sd накопитель будем с передней стороны чтобы его было видно что у нас премиальный компьютер можете крепить как хотите сверху снизу я наверно закреплю вот так ну как по мне самый достойный вариант берем опять маленькие болтики которыми мы притягивали материнку такими же придерживаем ssd накопитель одной рукой и закручиваем да конечно не особо удобно у меня вот винтик уже упал но что поделать теперь берем наш сато шлейф который мы пропускали на заднюю стенку и выводим его задней стенке вот сюда на передок и то же самое касаемо питание ssd берем коннектор и вставляем здесь все притянем стяжками в принципе все друзья вот так вот просто и понятно компьютер собран но так как у нас сегодня максимально подробный гайд с полными пояснениями не будем же мы оставлять вот такое вот уродство естественно нужно применить стяжки комплекте с корпусом у нас всего четыре стяжки поэтому я скорее всего прибегну к применению своих из фикс прайса для компьютеров они подходят отлично так берем и наводим марафет сначала с нижними проводами я думаю только сюда пара стяжек сейчас улетит как делать нечего так берем выравниваем их рукой и потом стягиваем берем вторую следующую стяжку и повторяем точно такую же процедуру стянули обкусываем кусачками либо очень осторожно если у вас нет кусачек очень осторожно подрезаем их ножницами чтобы не повредить провода но согласитесь уже лучше вот этот в принципе коннектор я ступил надо было пропускать его через второе отверстие чтобы он здесь не мешался пропускаем его через другое отверстие вот видите даже я допускаю какие-либо ошибки все согласитесь так куда красивее далее берем провода видеокарты которые у нас здесь хрен пойми как подвязаны и я это си это здесь не силовой так скажем монтаж до крепеж я просто чтобы это было более красиво визуально подвяжу их пластиковым к пластиковому кожуху видеокарты и конечно же стянем проводочки ssd целом лицевая часть готова больше стягивать здесь нечего давайте перейдем к нашему хаосу а хаос у нас как вы понимаете весь сейчас сзади у нас осталось последнее что требуется подключить это три вентилятора на молексы давайте молексы у нас здесь есть повесим два на один молекс и третий вентилятор на второй молекс чтобы немножечко разгрузить чтобы не попалить ни вентилятора не блок питания скажу честно друзья сзади к эбл менеджменту я отношусь абсолютно пофигистически я просто беру вот так вот охапками все чтобы это не мешалось до рукам вот так вот это все загибаем и берем все что видим стягиваем стяжками после этого это все просто будем утрамбовывать в ту часть корпуса которую не будет видно это самый такой банальный и простой подход потому что я не вижу смысла сзади создавать какую-то прямо неимоверную красоту это пустая трата времени особо особенно когда вы собираете вот подобные бюджетные компы ну что ж ребят можно сказать компьютер собран это была финальная часть кэбл менеджмент видите сзади я вроде его неопрятно сделал но и не сказать что это как-то уродливо потому что самое главное правило кэбл менеджмента это то что провода должны быть как-то жестко зафиксированы нигде не болтаться не создавать лишнего шума и не мешаться при работе можем одевать крышки и в принципе его закрывать крышки у нас запасом видите провода нигде не мешаются не торчат потому что у нас есть вынос крышки определенный и ваш даже похабный кэбл менеджмент как бы он криво не был сделан видно не будет давайте я сейчас сделаю хоть какие-то красивые подсъемы и после этого вернемся и попробуем его включить ну что дорогие дорогие мои друзья подсъема вы видели и давайте посмотрим выдаст ли этот компьютер картинку да просто он включается подсветкой горит все вентиляторы крутятся но надо проверить его работоспособность нажимаем кнопку включения и ждем картинки на монитор момент истины так все срок пошла грузиться винда блин вы только на это посмотрите насколько три секунды 4 прошло все компьютер готов к работе вот в этом и есть преимущество ссд накопителей ну а что касаемо сегодняшнего моего гайда друзья я не какой-то эксперт да по гайдам у меня никогда их до этого на канале не было но я надеюсь я все максимально подробно и доходчиво объяснил теперь новички в пока теме не будут переживать за то что они не смогут собрать компьютер что это какая-то сверх сложная процедура у вас все получится главное делать все аккуратно делать все не спеша если вы делаете это в первый раз ну и не забывать о элементарных вещах типа термопасты но друзья мое видео все-таки еще и про сборку компьютера два в одном сегодняшняя сборка стоит плюс минус 20-22 тысячи рублей если не брать в расчет ssd на 480 гигабайт и красивый цветастый корпус можно взять обычный жесткий и какой-нибудь серенькая ведерко вместо корпуса совита за 500 рублей давайте посмотрим на что он способен в играх тестирование по традиции начнем с cpu-z intel core i5 4460 haswell 22 нанометра 6 мегабайт кэша третьего уровня 4 ядра 4 потока 8 гигабайт оперативной памяти работает на частоте 1600 мегагерц в двухканальном режиме и в тесте бенчмарке cpu-z в однопотоке мы получаем 341 попугай и многопотоки 1328 в сайн-бенчер 15 наш процессор выбивает 455 попугаев а в сайн-бенчер 20 1086 теста и до 64 cpu queen здесь наш процессор получает 30 тысяч 808 попугаев и тест кэша и памяти а и до 64 22 и 8 гигабайта на чтение 23 на запись 20 на копирование задержки 71 на на секунда и дорогие друзья из синтетики это все давайте быстренько пробежимся по играм долго на них останавливаться не будем так как вы можете просто посмотреть любой обзор gtx 750 ти на ютюбе там будет более исчерпывающая информация первая игра на тестирование resident evil 8 самые минимальные настройки графики отключены выключены все что можно было выключить разрешение экрана 1366 на 768 о full hd здесь можно даже не мечтать и в этой игре мы видим кинематографичные 24 28 кадров но это на открытых локациях если зайти в помещение fps вырастает до 40 не везде конечно но вырастает в целом игра идет плавно и если не смотреть на столь низкий fps возможно кому-то это даже покажется нормальным но друзья будем честны я бы восьмой резик так играть не смог следующая игрушка киберпанк минимальные настройки графики 1366 на 768 и от этих 768 отрезана еще 30 процентов потому что стоит 70 процентный режим рендеринга и что тут можно сказать производительность ужаснейшая унылая к сожалению сток 850 тайт на 2 гигабайта не может обеспечить нас достойными кадрами в таких новинках как резик киберпанк да и другие современные игры если пару лет назад 750 старалась вытягивать хотя бы на самых минималках и в 720p все новые проекты то сейчас об этом можно даже не мечтать если устроить киберпанке небольшой замес fps местами дропается ниже 20 но еще учитывайте что мы не в самой густонаселенной части города поэтому в песне совсем правдив думаю в каких-то серьезных баталиях замесах здесь будет 15-20 кадров в общем если вы будете собирать что-то примерно похожее на сегодняшнюю сборку о новых игрушках можете даже не мечтать следующая игрушка на тестировании пупг очень низкие настройки графики и здесь надо дать должное full hd на самых низких настройках графики мы практически всегда имеют 45 50 кадров в домах это значение поднимается до 70 80 фрейм тайм ровный и в принципе компьютер с этой игрой справляется достойно я бы в это даже поиграл да что там говорить я всю катку при тестировании этой машинке продержался так что вот такой самый бичовый киберспорт пупг на этом компе работает хорошо но на самых минималках следующая игрушка на тестировании counter strike global offensive минимальные настройки графики при full hd разрешение экрана и здесь среднем мы получаем 80 150 fps до киберспортивных дисциплин конечно же не дотягиваем 200 кадров за все время игры ни разу так и не было но все же учитывая современные цены подорожание абсолютно всего это нормальные результаты но и далее dota 2 ползунок настроек графики стоит на один пункт из четырех не знаю это возможно средние настройки графики здесь замесах баталиях мы получаем плюс минус 80 100 кадров игра идет плавно frame time ровный и во второй дотан можно будет побегать без каких-либо проблем далее у нас на тестировании первая мафия ремастер отвратительнейшая производительность здесь упор и в процессор и в подсистему памяти и конечно же в видеокарту среднем fps здесь можно назвать 22 25 кадров я даже не осмелился ехать куда-то здесь на машине это просто превратилась бы в кино 6 10 fps в общем поиграть в ремастер первой мафии на этом компе можно даже не мечтать следующая игрушка на тестировании far cry 5 чисто ради интереса full hd разрешение экрана на низких настройках графики и тут мы получаем от 30 до 40 кадров ну в принципе это и ожидаемо если вы вспомните мои же тесты 750 эти айки в 2018 году она в то время подходила для этой игры да это все было на грани но far cry 5 можно было пройти на что уж я там говорю люди вот так и проходили на 1030 умудрялись его проходить поэтому far cry 5 да игрушка уже старая но тем не менее интересная вот он идет более-менее нормально следующая игрушка на тестировании control full hd разрешение экрана на самые низкие настройки графики и здесь как ни странно мы получаем 25-35 кадров не самая худшая производительность честно скажу это конечно если учитывать насколько эта игра требовательна к видеокартам иногда fps конечно опускается ниже тридцатки но очень быстро выравнивается и вот во что во что в control в принципе при огромном желании на этой машинке можно будет поиграть и последняя игрушка на сегодняшнем тестировании из относительно новых это battlefield 5 синглплеер full hd разрешение экрана минимальные настройки графики и эта игра тоже удивила здесь у нас вполне себе сносная производительность 30-40 кадров и это на самой начальной карте которая достаточно тяжелая каких-то жестких фризов и лагов здесь не наблюдается но на песчаной карте fps местами и вовсе переваливает за 50 60 так что хотя бы в пятую батлу в синглу можно будет поиграть на подобной сборке все дорогие друзья это была последняя игрушка на сегодняшнем тестировании и можно подвести определенные итоги конкретно по сборке давайте пробежимся по ценам за сколько такую сборку плюс минус можете собрать вы процессор i5 44 60 4 тысячи рублей мать 2000 рублей оперативка 1200 охлад 300 самое дорогое это кусок кала gtx 750 ти просто кусок дерьма просто каловый смарт 6000 рублей в цену мы закладываем новый нормальный блок питания за 4000 рублей новый ssd накопитель самый дешевый за три с половиной корпус не считаем так как можно урвать корпус любой металлоприемки за 100 рублей получаем двадцать одну тысячу рублей если мы будем честны то данную сборку я рекомендовать не могу как вы видите она максимально морально устарела и даже если мы обновим видеокарту это приведет к тому что нам будет необходимо обновить оперативную память когда мы добавим оперативную память мы поймем что нам необходимо обновить процессор когда мы решим обновить процессор мы поймем что нам нужно обновлять материнскую плату и это бесконечный круговорот сансары в общем бесполезная сборка но если уж очень хочется можно собирать что-то плюс-минус подобное все дорогие друзья надеюсь вам было интересно посмотреть сегодняшний гайд сегодняшнюю сборку надеюсь она много кому пригодится ну и не забывайте если будет много лайков много обратной связи комментариев то я сделаю видео какие сокеты какие процессоры какие видеокарты стоит рассматривать стоит покупать для бич сборок а какие лучше сразу обходить стороной сделаем максимально подробный разговорный гайд наподобие сегодняшнего всем огромное спасибо за то что посмотрели сегодняшнее видео лайки комментарии и подписочка с вами был мурк надолго не прощаюсь друзья скоро увидимся а